Hello, hello, приветствую, друзья! Вы смотрите канал OK English Elementary, с вами Елена Вагнистая. Рада приветствовать вас на своем канале. Вы попали в плейлист с подробным разбором английской грамматики базовой для начинающих и для тех, кто хочет вообще понимать, что это за английская грамматика, понимать, какими шаблонами пользуются англоговорящие люди для того, чтобы строить предложение и обмениваться информацией. Шаблоны эти отличаются от русского языка. В прошлом уроке мы с вами начали говорить о порядке слов в английском предложении. Сегодня мы будем развивать тему и более детально и подробно говорим о наречиях частотности, где они должны стоять в предложении. Повторяем с вами то, что уже, в общем-то, мы с вами немножечко обсуждали, но здесь будем говорить более детально. Итак, 94-й урок, поехали! В английском языке есть часть речи, называется adverb, которая используется аналогичным образом в русском языке, то есть имеет стопроцентный аналог. У нас эта часть речи называется наречие. Например, если в английском я могу сказать always, в русском языке в этом же случае я скажу всегда. Если в английском я могу сказать sometimes, в русском языке в том же самом случае я скажу иногда. То есть, adverb, наречие имеют очень похожие правила использования, там, конечно, свои оговорки, но, в общем-то, можем поставить между ними знак равенства. Это хорошо, это нам понятно, это нам привычно. Теперь давайте с вами задумаемся о том, что в нашей речи есть наречие, речь, наречие, да, что-то даже схожее, которые помогают нам сказать, как часто что-то происходит. Они помогают охарактеризовать регулярность того, как мы совершаем действия. Это такие слова, как always, всегда. Вы можете всегда чистить зубы, да. I always clean my teeth. Usually. Обычно. I usually go to the movies on Fridays. Я обычно хожу в кино по пятницам. То есть вот у меня такой есть обычай, да. I usually do that. Often, часто. I often see my friends. Я часто вижу своих друзей. Often, часто. Sometimes. Иногда. I sometimes help him. Я иногда ему помогаю. То есть бывают такие ситуации в жизни, когда я ему помогаю. Ever. Когда-либо. Have you ever been to Seattle? Ты когда-либо бывал в Сиэтле? Ever. Когда-либо. Это наречие нам встречалось в теме Present Perfect. Never. Никогда. I never drink alcohol. Я никогда не пью алкоголь. Never. Никогда. Really. Редко. Слово seldom имеет тот же самый перевод. Редко. То есть в английском языке два слова, в русском языке можем сказать редко или нечасто. I rarely watch television. Я редко смотрю телевизор. То есть я это делаю редко. Регулярность происходящего действия минимальная. Вы, кстати, обратили внимание, что есть наречия, которые показывают, что действия происходят часто, периодически, редко, ну и, соответственно, никогда. Also. Также. I also like to read books. Я также люблю читать книги. Just. Только что. I have just met him. Я только что его встретила. Только что. Just. Already. Уже. I have already seen this film. Я уже смотрела этот фильм. Помним, что just already нам встречались в теме present perfect. Still. Все еще. I still like to go to the zoo. Я все еще люблю ходить в зоопарк. Ну, вот такая вот у меня привычка. Все еще действия происходят. All и both. Это уже у нас не наречия. Но, в принципе, они сюда, как бы, к нашему уроку органично подходят. Итак. Самое главное, что мы должны запомнить. Наречия частотности помогают нам охарактеризовать регулярность происходящего действия. Если вы внимательно слушали мои примеры, вы обратили внимание, что почти во всех случаях я ставила наречия в одно и то же место. То есть у них есть предпочтительное место, куда чаще всего его ставят. Но позицию наречия частотности, в общем-то, можно менять. В особенности это касается слова sometimes, которое, на самом деле, можно ставить начало, в середину или в конец предложения. Давайте посмотрим на основные правила. Наречия частотности чаще всего стоят именно перед глаголом. I always do. Если do у нас глагол, то always – это позиция наречия. Вместо do может стоять любой глагол. I always help. I always know. I never read. I really speak. И так далее. При этом, друзья мои, если у нас появится еще и вспомогательный глагол. I don't always do. He doesn't often help. То позиция наречия не изменится. Она будет продолжать стоять здесь, перед нашим смысловым глаголом. Далее. Наречия частотности стоят после глагола be. То есть глагол be у нас особый, наречия стоит после него. I'm always with you. I'm always willing to help. He's always at home on Fridays. He's never at home on Fridays. То есть я говорю вариант глагола be. Am, is, are, was, were. Только потом говорю, как часто я нахожусь в этом состоянии. То есть здесь у нас шаблон. Если глагол обычный, то сначала наречия частотности, потом обычный глагол. Если глагол be, то сначала be, потом наречия частотности. Далее. Наречия частотности, я вам уже это сказала, еще раз повторяем, стоят между вспомогательным глаголом, с not, и основным глаголом. Например, I don't always read. Ну, то есть по факту они стоят там же, где и стояли. И наличие вспомогательного глагола никак не влияет на оппозицию. Далее. Наречия стоит после модального глагола, перед другим глаголом. Например, I might also do. То есть, опять же, что вспомогательный, что модальный глагол не влияют на позицию наречия. Но я хочу это лишний раз оговорить, чтобы, как говорится, расставить все точки над и. Все, прелюдия закончена. Теперь переходим непосредственно к примеру. I often eat burgers. Я часто ем бургеры. Burgers, бургеры, вот такие вот штуки, да. Я хочу показать, что я поедаю их часто, поэтому я говорю I often eat. Видим, что often я расположила перед смысловым глаголом eat. I normally do my chores on Sundays. Я обычно, или для меня это нормально, делать мои домашние дела по воскресеньям. Chores – домашние дела, домашние обязанности. I normally do. Наречие normally показывает характер и регулярность происходящего действия. Глаголом смысловым в данном случае является do. I normally do. I rarely cook by myself. Я редко готовлю сама. То есть, я предпочитаю, чтобы кто-то это сделал за меня. Прямо как я, друзья мои. I rarely cook. Cook – это готовить. Да, rarely cook – редко готовлю. Rarely – соответственно, редко. Кстати, не очень удобно это слово говорить. Rarely – rarely. Очень новичкам такое ощущение, что они язык ломают, когда говорят это слово. Потренируйтесь на досуге. Rarely – rarely. I still work in this company. Я все еще работаю в этой компании. Still work. Видим, что наречие still все еще стоит перед глаголом work. I never forgive my enemies. Я никогда не прощаю своих врагов. Ну, так вот четко, да? I never forgive. Я никогда не прощаю. А обратите внимание, что наречие never заставляет нас переводить предложение при помощи двойного отрицания. В английском языке только never. В русском языке я никогда не прощаю. Поэтому never в данном случае мы переводим не просто как никогда, а никогда не. Это просто особенность русской конструкции. Нужно на нее обратить свое внимание. Итак, мы увидели, что во всех примерах сначала стояло наречие, которое характеризует регулярность, только потом стоял смысловой глагол. Я хочу предупредить, что не всегда вот эти вот наречия often, rarely, still, never связаны именно с present simple. Вы их сможете встретить в любых абсолютно временах. Просто мы проходили большинство этих наречий именно в связи с present simple. Но вы их встретите в любых временах. И сейчас мы говорим с вами не о временах, а именно о позиции. То есть позиция при этом меняться не будет. Единственный случай, скажем так, когда мы можем эти наречия поменять и поменять их место и поставить в другую часть предложения, мы это сделаем только для усиления. И это можно сделать, кстати, не со всеми наречиями. Ну вот, например, вторая ситуация. I do my chores normally on Sundays. Я могу normally переставить. Но в этом случае я как бы усилю этим именно слово по воскресеньям. Не обычно я занимаюсь делами по воскресеньям, а своими делами я обычно занимаюсь именно по воскресеньям. То есть как бы небольшой такой смысловой акцент мы перенесем на конец предложения. Это так. К слову, друзья мои, и более детально мы будем рассматривать эту тему в синем мерфе и более подробно поговорим об измененном порядке. Пока же запомним, что самый нормальный типичный порядок расположения наречий перед смысловым глаголом. Наречий частотности. Повторюсь, потому что у нас есть и другие наречия, которые являются качеством действия. Не регулярностью, а качеством. И мы уже говорили о них в прошлом уроке. Они стоят после глагола. Поэтому нужно разделять наречия по смысловой нагрузке, которую они несут. Двигаемся дальше. I was both a worker and a student when I was twenty. Я был одновременно и рабочим, и работником, и студентом, когда мне было 20 лет. То есть, приходилось и работать, и учиться, да? В данном случае я говорю I was both. Я был одновременно. То есть, both здесь переводим не как оба, а как одновременно. То есть, наречием, да? И видим, так как у нас особый глагол-глагол be, то мы поставим наречие после него. I was both. Дальше всё остальное. I was both a worker and a student when I was twenty. I'm still waiting for my chance to come. Я всё ещё жду, чтобы пришёл мой шанс, чтобы наступил мой шанс. Да, так можно и до старости ждать, почему бы и нет. Итак, что нас здесь интересует? Здесь в нашем предложении есть вариант глагола be. I am, am. И наречие, соответственно, мы помещаем после него. I'm still waiting. I'm still waiting for my chance to come. Still всё ещё, до сих пор. Как правило, still всё-таки связано с временами present. Причём оно может стоять и в present simple, в present continuous, в present perfect, почему бы и нет. It's hardly happens that dreams come true. Редко случается, чтобы мечты осуществлялись. It hardly happens. Это едва ли происходит. Кстати, есть вариант этого наречия, состоящий из двух слов. Звучит он как hardly ever. Hardly ever. И вот даже в таком варианте, в двойном, он используется чаще, чем просто hardly. It hardly happens, либо it hardly ever happens. Несмотря на то, что hardly ever будет состоять из двух слов, всё равно оно будет занимать ту же позицию, что и наречие из одного слова. Это единственное исключение. Я думала, оставить его или нет. Не поставила, но всё-таки я о нём сказала. It hardly happens. Это едва ли происходит. Hardly, едва ли. В русском языке, кстати, тоже два слова. It hardly happens that dreams come true. Едва ли происходит, или очень редко происходит, что мечты осуществляются. Но всё-таки это происходит. He rarely attended his college classes, so he was expelled. Он редко посещал свои занятия в колледже, поэтому его исключили. Итак, rarely, редко. Мы видим, что у нас есть смысловой глагол attended, attended. Вторая форма глагола – посещал. И наречие rarely стоит перед ним. He rarely attended. Classes – это занятия, да, которые проводят, например, в школе, в институте. His classes – его занятия. His college classes – его студенческие занятия. So – как результат. So he was expelled. Его исключили. Be expelled – это пассивный залог. Be мы ставим в прошлую форму. Was – потому что ситуация происходила в прошлом. Expel – это исключить. Соответственно, expelled – третья форма глагола – исключен. Он был исключен. He rarely attended his college classes, so he was expelled. I'm often at home now. Я теперь часто дома. I'm often. Видим, что am – это глагол be, поэтому often стоит после него. I'm often at home now. Причем, как видим, что нас уже не интересует, что там стоит после often, вот в данном конкретном примере. Так, друзья мои, я не прочитала вам примеры на первом слайде. Давайте теперь вернемся назад, прочитаем в медленном темпе. Примеры 1-5, а потом вернемся сюда и прочитаем примеры 6-10. I often eat burgers. I normally do my chores on Sundays. I rarely cook by myself. I still work in this company. I never forgive my enemies. I was both a worker and a student when I was 20. I'm still waiting for my chance to come. It hardly happens that dreams come true. He rarely attended his college classes, so he was expelled. I'm often at home now. Итак, двигаемся дальше. Пример 11. I still haven't seen him. Я все еще не увидел его. Все еще его не видел. То есть, все его уже видели, а вот мне вот не довелось, и все никак не увижу его. I still haven't seen him. В принципе, I haven't still seen him. Я бы не сказала, и никто так не скажет. Поэтому давайте с вами запомним, что наречие still, если оно вам попадется в present perfect, с глаголом форме present perfect, haven't seen, то мы поставим still перед ним. I still haven't seen him. Это нужно просто запомнить, особенность наречия still. Поэтому где-то там себе галочку поставьте, да? Двигаемся дальше. Он обычно не часто позволяет своим детям кушать сладкое, только иногда. То, что нас интересует. Что мы здесь видим? Мы видим вспомогательный глагол doesn't в отрицательной форме, потом видим often, потом глагол allow. Так как у нас здесь обычный present simple, без всяких там заморочек, мы с вами должны смотреть на то, что doesn't никак не влияет на положение слова often. Often стоит перед смысловым глаголом allow. He doesn't often allow. Именно так. Ну, все остальное нас на самом деле не интересует. То, что приложение длинное, видите, оно уже как бы просто по смыслу нам тут требуется, да? He doesn't often allow his children. Он не часто позволяет детям что делать? To eat sweets. Кушать сладости. Only sometimes. Лишь иногда. Видим, что only sometimes – это просто коротенькое, маленькое предложение, в котором одни наречия. Only sometimes. Такое тоже бывает. He's just been here. But he has already gone. Он только что был здесь, но он уже ушел. Здесь обе части сложного предложения стоят в present perfect. Has been и has gone. И видим, что в обеих частях предложения есть по наречию. Наречия just и наречия already. Мы с вами помним, что это маячки present perfect. И, в принципе, мы и так уже с вами знаем, где они стоят. Они стоят между have, has и глаголом в третьей форме. То есть, по факту стоят там же, где, например, слово often, usually и так далее. Они стоят перед глаголом just been, already gone. He's just been here, but he has already gone. I don't usually worry about my son's grades. He's always been a high achiever. Я обычно не переживаю за оценок моего сына. Он у меня достиженец. Итак, I don't usually worry. Я обычно не волнуюсь. Видим, что появление don't никак не влияет на позицию слова usually. Наречие usually, обычно, оно стоит перед смысловым глаголом worry. I don't usually worry. Все остальное нас в этом предложении не интересует, оно не влияет на порядок слов в первой части. I don't usually worry about my son's grades. Grades – это оценки. Я обычно не волнуюсь из-за оценок сына. He's always been a high achiever. Он всегда у меня был человеком, который стремится к чему-то, достиженцем, такой, не знаю, есть слово достиженец или нет, но здесь оно отлично подходит. Слово achiever в английском языке – это образование от achieve – достигать своих целей. Поэтому человек, который достигает своих целей, человек напористый, целеустремленный, его называют существительным achiever. High achiever – как он достигает больших целей, он чрезвычайно целеустремленный. He is a high achiever. И нас интересует в первой части, конечно, положение слова always. Оно стоит перед смысловым глаголом been. He's always been – он всегда был a high achiever – достиженцем. It hasn't always been like that. Это было так не всегда. Always стоит перед been. Собственно говоря, тот же пример, что и в случае примере 14. Be like that – быть таким образом. Обстоять таким образом. Ну, в принципе, такие примеры. Хорошие, понятные. Единственное, на что нужно обратить внимание, это лишь на наречие still, который стоит перед have. Давайте еще раз прочитаем наши примеры. I still haven't seen him. He doesn't often allow his children to eat sweets. Only sometimes. He's just been here. But he has already gone. I don't usually worry about my son's grades. He's always been a high achiever. It hasn't always been like that. И, друзья, последние пять примеров. I can ice skate well. And I can also play hockey. Я умею хорошо кататься на коньках, также умею играть в хоккей. Итак, I can ice skate well. Я умею кататься на коньках хорошо. Здесь мы видим наречие well, но оно имеет не тот смысл, о котором мы сегодня говорим. Это лишь характеристика действия. Как? I skate well. Кататься на коньках хорошо. То есть, well – это характеристика, обычная характеристика глагола. Она стоит после глагола. Нельзя говорить I can well ice skate. Это будет ошибка в английском языке. А теперь смотрим на вторую часть. And I can also play hockey. А я также умею играть в хоккей. I can also play. Наречие also – также. Нужно запомнить, что оно стоит там же, где и always, sometimes, just. Оно стоит перед глаголом. Глагол play. I can also play hockey. Наличие модального глагола can вообще никак на это не влияет. Поэтому мы видим, что well – это одна группа наречий, а also – это другая группа наречий. И в зависимости от этого мы выбираем позицию в предложении. I can ice skate well. And I can also play hockey. They all can be your friends. Они все могут быть твоими друзьями. They all – они все. All – все. На самом деле, не знаю, почему вынесли наречие all в этом unity. Ну, просто запомните, друзья мои. Вот что оно, вот как бы есть, да? All – и, как правило, оно все-таки стоит после какого-то местоимения. They all, you all, we all. А уже дальше идет вторая часть. Сказуемое can be и все остальное, что там нужно в предложении. They all can be your friends. They all live near here. Они все здесь живут. Кстати, я вот хотела обратить внимание, что в английском языке мы знаем, что вот и ты, и вы – это you в английском языке, да? Но вот если вы хотите обратиться к группе людей и сказать вы, имея в виду большую группу людей, большой коллектив, то вы как раз-таки можете сказать you all. Например, спасибо всем, что пришли сегодня. Thank you all for coming here tonight, да? Не просто thank you for coming here, а thank you all. Вот тут вот наречие all очень хорошо будет как бы взаимодействовать с местоимением you. Здесь у меня, правда, пример не с you, а с they, ну, в любом случае, как бы сюда же в эту же тему. They all live near here. A person doesn't always have to be good. Человек не обязан всегда быть хорошим. То есть все имеют свои недостатки, иногда делают даже и глупости, да? A person doesn't always have to be. Нас интересует связка always have. Мы видим, что несмотря на то, что doesn't – это вспомогательный глагол, несмотря на то, что have to – это у нас особая модальная связка, которая имеет измененное значение. Помните, у нас целый юнит был по этой теме. Это никак не влияет на ситуацию, потому что have, несмотря на наличие to – это обычный глагол, который используется по стандартным правилам, поэтому always будет стоять перед ним. A person doesn't always have. A person doesn't always have to be good. Человек не обязан всегда быть хорошим. There are always many people at the park on Sunday evenings. Всегда очень много людей в парке вечером в воскресенье. У нас предложение с there are, поэтому удобнее его переводить с конца. В парке в воскресенье вечером много людей. Так как у нас there are есть глагол be, are, в форме are, то, естественно, always мы помещаем сразу после него. There are always many people at the park. Всегда много людей в парке. И видим, что always может даже начинать предложение при переводе. Но there are, естественно, в английском языке мы не можем выбросить никуда. Это часть грамматической конструкции. Ну и все, друзья. Вот мы и разобрали материал. Как видите, не такой уж он и сложный. Мне кажется, проще, чем предыдущий юнит, потому что здесь мы уже фокусируемся на частностях, а не на общем порядке слов. Давайте еще раз повторим эти пять примеров. I can ice skate well, and I can also play hockey. They all can be your friends. They all live near here. A person doesn't always have to be good. There are always many people at the park on Sunday evenings. Теперь, друзья, мы просто повторим все, что мы с вами разобрали сегодня. Тут у нас, правда, сбилась нумерация. Видите? Первый блок 10 и второй блок 10. Примеры разные, просто нумерация немножечко с ошибкой. I often eat burgers. I normally do my chores on Sundays. I rarely cook by myself. I still work in this company. I never forgive my enemies. I was both a worker and a student when I was 20. I'm still waiting for my chance to come. It hardly happens that dreams come true. He rarely attended his college classes, so he was expelled. I'm often at home now. I still haven't seen him. He doesn't often allow his children to eat sweets, only sometimes. He's just been here, but he has already gone. I don't usually worry about my son's grades. He's always been a high achiever. It hasn't always been like that. I can ice skate well, and I can also play hockey. They all can be your friends. They all live near here. A person doesn't always have to be good. There are always many people at the park on Sunday evenings. And, друзья мои, ваше домашнее задание. Вы знаете, что с ним сделать. Обратный перевод на английский. Сверяемся. Убедились, что все в порядке, все правильно, супер. Делаем устный перевод. Вслух, глядя на русский текст, делаем перевод на английский. Можете себя записать, также на диктофон, послушать со стороны, как все это звучит. Если звучит хорошо, отлично, молодцы. Если слишком большие паузы, или вы, например, слышите ошибка, или слово какое-то непонятное, как сказали, обратите на это внимание. Это самокоррекция, это самоконтроль своих результатов тоже крайне важная часть учебного процесса. Все, друзья мои, на сегодня я с вами прощаюсь. Меня зовут Елена Викторовна, вагнистая ведущая канала OK English Elementary, проект OK English. Рада, что вы со мной, что вам нравятся мои уроки. Если урок вам понравился, жмите лайк, оставляйте комментарии и до скорой встречи в новых уроках. Bye-bye!